Вот такую поддержку обеспечили своей любимой команде фанаты, пришедшие в понедельник на игру Рубина 2 со Спартаком и Зишкаралой. Этот матч стал для казанцев третьим домашним подряд. Три встречи, три разных результата показала команда. Если в первой игре Рубин 2 одержал уверенную победу, а во второй уступил, то третью сыграл ничью. Гол казанцев случился в самом дебюте встречи, когда опоздавшие на игру зрители только рассаживались на трибунах. Вывел свою команду вперед нападающий Рубина 2 Артем Петухов. Прибавив смелости, казанский клуб раз за разом тревожил вратаря гостей Валерия Казакова. Неиспользованные возможности больно сказались во втором тайме, а в первом казанский клуб доминировал и был намного сильнее Спартака. Рубин сегодня в первом тайме намного лучше нас играл. Намного. Не просто лучше, а намного. Так получилось. Если честно, очень техничные команды. Очень тяжело против них играть всегда. Ну, очень приятно. Потому что во второй лиге, как сказать, есть, конечно, молодые еще команды, но хорошие взрослые команды, которые с задачами играют в навал, силовой футбол. А тут очень все технично, все очень похоже на Барселону. Приятно смотреть, приятно играть. На перерыв Рубин 2 ушел с хорошим настроением, желая прибавить в тайме второму. В начале которого Радик Гадеев вместо Алмаза Аскарова выпустил на поле Михаила Петролая. Второй тайм запомнился опасными моментами с обеих сторон. Наши гости, привыкнув к казанским стенам, пошли вперед. Атаки игроков из Ишкаралы стали опаснее, удары точнее. Ответный гол не заставил себя долго ждать. Но Рубин 2 не опустил главы, а старался вновь вырваться вперед. Несколько опасных ударов из-за штрафной особых дивидендов казанцам не принесли. Но активность игроков, которые отвечают за атакующую составляющую игры Рубина 2, привела к назначению пенальти ворота Спартака. Попытку нарушить равновесие в счете заработал Павел Шадрин. А за возможность восстановить справедливость взялся лучший бомбардир Рубина 2 Руслан Галиакбер. Сейчас была как бы заготовка. Громко-то сказано. Получилось так. Но в принципе заставлял нападающего ударить в правый угол. Получилось. Это все. У Рубина 2 оставалось еще 10 минут, чтобы отправить своих соперников домой без единого очка в кармане. Два цельных, но не совсем точных удара ситуацию не изменили. Матч закончился закономерно ничьей. Рубин 2 не использовал ряд моментов, за что и поплатился потери двух очков. В турнирной таблице казанская команда находится прямо посередине. Следующие две игры Рубин 2 проведет на выезде. И только 16 сентября сыграет на своем поле против Сызерни 2003. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова